Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся сегодня в Гаубийской на Азовском море. Покажу вам немного сегодня обстановку и хочу рассказать сегодня интересную историю. Мы опять идем в гости к нашей зрительнице. Недавно она приглашала нас в гости в такой дом творчества своеобразный. Она принимает детишек. Кто из вас отдыхает на море, кто хочет сам отдохнуть без детей, без спокойной обстановки, можно приводить к ней. Они занимаются там детишками. У нее свой гостевой дом тоже есть, кому надо. И сегодня тоже посмотрим еще одну у нее гостиницу такую небольшую. Она находится прямо на берегу моря, там 50 метров. Вы все меня пытаете, Василий, показывай, пожалуйста, такие места, где можно отдыхать. С удовольствием это делаю, потому что людям многим это пригождается. И сейчас прямо мы идем к ней. Посмотрите, какая красота. Вот этот пляж рядом находится с этим домиком. Посмотрим, не переключайтесь, будет интересно. Рядом с этим домом находится у нас парк аттракционов. Ходят маршрутки. Очень удобное такое место. До парка аттракционов, кстати, здесь, ну, наверное, минуты три максимум ходьбы. Вот именно до колеса обозрения, до дельфинария. Вот, посмотрите, прямо здесь дельфинарий. С этой стороны еще один парк развлечений. В общем, тут такой район с максимальным расположением каких-то развлечений, кафешек. Самая движуха здесь происходит. Также пара минут и вы в зоопарке. Вот он прямо здесь. Ну и полно пятерочек, пятерочек магнитов. Магнит там прямо рядом с домом. И это еще не все, друзья. Вы сейчас будете вообще удивлены. Тут есть и аптеки, и очень хорошее заведение. Люди все довольны, ходят летом. Кстати, что здесь мне нравится, вот, а именно рядом здесь нет прямо такого битком набитого, какого-то трафика людей. А это все вот рядышком. Туда минута, в правую сторону, в левую. И там вот основная движуха происходит. Поэтому здесь немного тише. А куда начинать движуха? А вот мы с вами почти и дошли. Как раз напротив здесь у нас аквапарк. Там дальше район Кавказ. Там вообще людей кипит. Просто как в Анапе в этом году. Домик, кстати, находится на охраняемой территории. Парковка есть. Все под охраной. Видеонаблюдение. Сейчас мы будем ожидать хозяйку. Я еще покажу вам, где тут магнит рядом находится. Тоже мало ли кому-то пригодится. Видите, прямо знак здесь у нас. Я люблю галубийскую. Кстати, парковка здесь есть платная. О, там у нас зажигают люди. Кстати, напротив дома тоже у нас имеется. Уже прямо такая, знаете, как городская обстановка. Хорошие такие уже магазины, мороженое. Вот он прямо здесь, домик. Суши-бар. Тут такой пицца, столовая. Великолепнейшее место. Но кто не хочет как бы питаться вот в таких заведениях, посмотрите, магнит рядом. Очень много экскурсий здесь тоже есть. Ну и вот он магнит. Минуту ходьбы. Это тоже важно для многих, друзья. Я специально это снимаю все. А вот там вот уже и хозяйка ждет нас, друзья. Вот она наверху суетится. Мы, как всегда, неожиданно нагрянем. Все, друзья, похоже, нас заметили. Заходим. Друзья, привет, парина. Я уже вижу, вы нас заметили, да, напротив. Очень интересное место у вас здесь, да? Прямо всю рядышком. Мне кажется, центр центрального пляжа уже перемещался сюда. Да, здесь вечером машины, люди фотографируются, кафе, столовый, все рядом, все удобно. У вас очень удобно. Аква-бар напротив. Ну да. Но еще есть плюс, я отметил такой, что у вас нет прямо такого наплыва, наплыва, как в районе Кавказ, прям битком. А, ну да. И где парк отрекционов, там где музыка гремит и так далее, вот это вот, да, у вас немножко потише все равно. У нас потише здесь, да. Немножко потише. И до моря близко. Сколько метров? 30 метров. Пойдем до моря или потом как-нибудь. А я уже пляж показал? Да, показали? Да. Здесь вот по прямой идти очень удобно. Ну меньше минуты я вот видео тоже снимала. Марина, у меня такой вопрос сразу, да? Я же просто так-то не прихожу, вы же знаете, под вашим видео уже люди стали комментарии оставлять, хотят посмотреть домик у моря, который у вас. Вы же тоже сдаете его, получается, да? Ну, мы его сейчас на продажу хотим поставить. А, именно на продажу. А то сейчас вы не сдаете пока, да? Не, ну пока сдаем летом, пока не продали. Просто помните, мы показывали, когда на набережной, я говорила, что этот дом хочу продать, чтобы туда вложить денежку, потому что, ну... А, понятно. Ну, хорошо, давайте, ладно, посмотрим. Раз вы пока все равно людям интересно, где у моря можно снять что-то. Ну да, хорошо, хорошо. Так. Я прошу прощения, я сразу всегда, как вы знаете, так вот с пользой, чтобы было для людей. Не просто в гости прийти, а вот так, чтобы еще интересно было, да? Мало ли кому-то пригодится. Марина, так, а получается, если вы еще и продаете, а можно кое-какую информацию тогда узнать про этот дом? Какого года? Я вообще все документы принесла, даже посмотреть просто. А мне не надо вообще ее. Ну, я просто, мало ли, что все документы в порядке, все... Вы можете переслать людям, да? Да, 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 да. Документы все есть. Здесь у нас, значит, получается, смотрите, как вот эта территория кооператива нашего отдыха, земля поделена на долевую собственность, но она в собственности, не в аренде, как вот там золотой рыбке и так далее. и получается, и получается, что вот этот дом у меня в собственности и земля в собственности. Поэтому здесь вот в этом плане спокойнее, потому что есть очень много гостиниц, баз, которые в аренду. Я когда сама искала, я тоже вот именно на это обращала внимание. Понятно, это интересно. Да, я балл, он приносит нормально как бы с людьми тут вот и доходы. Ну, я понял, вам нужно вот это дом творчества развить, да? Да, мне нравится за меня домами. А у вас даже здесь картины, да? Вот, уважаемые зрители, зайдите обязательно на то большое видео, где у нас Марина ведет вот эти мастер-классы, можно детишек, я как говорил, уже сдавать, а кто хочет погулять из родителей, просто так, детей сдаешь грамотному психологу. Да, да, Марина Павловна у нас молодец. И видео есть, зайдите обязательно. Марина, а скажите, давайте, то есть вы покажете, а можно поинтересоваться, если вы на продажу, получается, с какого года дом постройки? 12. 12. Так, а из чего сделан, вы не знаете? Здесь, значит, смотрите, хозяин, который строил, он из Питера, мужчина. Вот, мы с ним даже тоже познакомились, он приезжал с их соседями, они загружились, и он даже продав дом, сюда приезжал. Вот, потом он продал мальчику, семье, вот, а они из Пятигорска, им далековато, они потом там купили и продали мне. То есть, получается, как бы, вот, из рук руки передавали, нигде он не простаивал, то есть, все вкладывали какой-то... А у вас, потому что место выгодное, я уже показал, вы в эпицентре, прям, событий здесь. как вот этот, металлоконструкции, каркас, каркас, вот как вот сейчас делают. Ну, зимой здесь можно жить или только лето? Нет, нет, зимой здесь воду отключают, это же кооператив, у нас нет воды здесь. А, понятно. То есть, ее отключают, чтобы не разморозилось в трубах. Мы сливаем все, это очень важно. Сливаем все, и вот зимой он стоит, как бы, это самое. Так вот. Здесь у нас окраина круглогодичная, то есть, вахта сидит не только летом, но и зимой. И вот сколько лет, вот меня пять лет, этот дом я это держу, и как бы, тху-тху-тху-тху, то есть, никаких неворовства, ни краш, ничего не было. В этом плане хорошо, то, что вахтер сидит. А я знаю, что здесь еще соседи друг другу помогают, даже с отдыхающими, да, делятся, когда у кого-то переполнено. А парковка у вас есть? Парковка вот 4 места у нас. Прямо здесь, около дома, да? Да, около дома. Видеонаблюдение, Wi-Fi, парковка. Отлично. Все как бы. Отлично. Так. А сколько номеров вообще здесь? 6 номеров. 6 номеров. Да, два на первом этаже, вот, трехместные, я сама там жила делом для себя. сейчас там у меня угощица да убирает вот этот номер, и мы его посмотрим. То есть, у вас даже горничная есть, Синеместные, ну, а как без горничной? Подождите, так это хорошо вообще. Как без горничной, в нашем бизнесе невозможно. То есть, гости не остаются заброшенными, а они именно... Естественно, все стирается, гладится, упирается, как и надо. Я прошу прощения, Марина, потому что, как бы, видите, у вас речь идет и о продаже, и о сдаче. Я буду... Ну, сдача сейчас вот при этом, а так вот он выставил на продажу, поэтому, кому интересно будет, именно в плане покупки. Потому что, даже если купит, он же будет сдавать, ему все равно надо смотреть, какие номера, чтобы он тоже имел представление о том, что он покупает. Все верно, да. Значит, давайте посмотрим. Вот забор я ставила новый, вот этот, здесь вот такой низенький, я смотрю, вы его тоже уже раскрасили, да? Нет, забор, да нет, он такой был красненький. Здесь у нас стиральная машинка и кладовка. Так, Марина, а стиральная машинка, стирка тоже стоимость входит или оплата? вообще, как бы, отдельно. Отдельно, да? Ну, это будет зависеть индивидуально. Все индивидуально. Понятно. Вот у нас 4 места, вот одна машинка стоит и 3 свободных. Так, посмотрите, уважаемый зритель. Вот покажите, да, напротив, я люблю голубицкую, вот, сели, поели, столовая. Видите, как все удобно, все близко. Валенсия, там тоже столовая. Вот аквапарк, видите, там, смотрю, что новые какие-то сделали, виткинчики, видишь, в прошлом году не было. А здесь у вас есть такой парк для детишек, которые родители не хотят в аквапарк, а можно просто оставлять детей поиграть. Вот, маленький такой. Там, по-моему, внутри, да, есть? да. Наверное. Парковочка вот еще большая рядом. здесь 4 машины. парковочка платная, здесь 4 машины. Но обычно хватает, кто-то и на поездах же приезжает. Ну да. Такие номера. Вот смотрите, четырехместный номер. В одном номере двухъярусная кровать, а в остальных у нас тахта. Ну сейчас покажем. вот спид-система двухъярусная для деток. допустим, для родителей. Вот здесь готовить газ подведен, вся посуда все есть. А я уже Марина показал, что у вас магнит здесь минуту ходьбы, да? все купил, да, здесь мусорное ведро, здесь вот чашки-тарелки, холодильник. Да, здесь вот номер южная сторона, два окошка, поэтому у меня здесь спид-система 12, не семерка мощная, она хорошо охлаждает, потому что это вот такой номер светлый и жаркий. Ну, понятно, да. Без кондиционера. ну вот, как бы, для двух там деток или, как обычно, семьи приезжают за меня с детьми, четырехместные снимают и родители. Холодильник, телевизор, спид-система. А сколько такое интересно стоит вот в сезон, допустим? Две с половиной, три. На четырех? Да, в июне дешевле, как всегда, цены в июне, в сентябре, а июле, август тут подороже. Ну вот я пять лет как сдают, цены не меняю, вот от двух до двух с половиной, и в этом году так же. А это у вас санузел, куда мы ждем? Посмотрю. Это вот мы сами тоже делали. И душевая, посмотрите. Это вот вы уже с дочкой делали. Сами купили. Здесь было общая, как бы, один душ, один туалет на весь этаж. Молодцы. А мы все переделали. Ну, здесь ремонт тоже тут вложили немало. Но сделали так, как вот, я приезжала, я бы хотела все-таки свой душ, Ален, чем там общим ходить? Ну, конечно, все верно. Ну и кухня, пусть маленькая, но все равно есть здесь, готовить и здесь покушать. Хоть много из столовых даже, но все равно там кофе сварить, там ребенку кашку сварить. Да, одежду где есть повесить, все хорошо. Да, это сам зеркальце. Ладно, перейдем другой. Друзья, вот здесь вот сейчас люди тоже живут, мы не будем мешать, наверное, Марине, да? Да, они ушли на Марине. Пусть не будем, да. Я видел сейчас, молодой человек выходил. Да. Так. Ну, вот здесь вот у нас тоже, ну, здесь двумя этими. Так. Это получается у вас здесь? Тоже четырехместный диван и две тахты. Ну, это когда вот не хотят ребенка на второй ярус, но мало ли маленькие, или там взрослые, например, приезжают без детей. Угу. Интересно, конечно. И опять у вас везде картины, да? Да, чуть-чуть, да. Уют такой везде делаете. Так. И там получается тоже душ, алис, свой. В каждом номере, да. Газовая плита, холодильник, сплит-система, раковина, это самое, и душ, алис. Угу. Самое большое здесь преимущество это море 30 метров. Это, конечно, очень радует. Здесь тоже у нас плиточка, вы уже в каждом номере своя плитка, то есть подбирали тоже. Так, и водонагреватели. Ну, да, здесь без водонагревателей. Кстати, я по поводу дома, вот вы продаете, да, получается здесь газа нет, здесь электричество. Газ у нас в баллонах и под газ вот железный ящик. Какая-то кухонька имеется общая? Вот так вот. Нет, нет, в каждом номере своем. В каждом своем. А, все, понял. Зачем нам общие-то? Все верно, да. Потому что люди не очень. Хорошо. Так, еще в один зайдем. Ну, еще в один зайдем. Кстати, Марина, я сейчас отвлекусь секундочку. Вот в том году вот здесь наши зрители жили. Прямо, представляете, я приходил к ним в гости, вот прямо сюда. Так, интересные моменты бывают. О, как здесь вообще хорошо. Здесь окна будут туда на море как раз смотрят. Это домер, он самый такой, пользующийся спросом. Посмотрите, у вас зрители. Ну, так же диванчик, две такты, душ-туалет, газовая плита, холодильник, телевизор и спецсистема. Главное доступно. И тоже 2 500, да, получается? Ну, этот немножко подожди, 2 700. 2 700, да? Ну так, ну, 2 700, 2 500. Это с видом на море, из-за этого, да? Да, из-за того, что два окна на море. Просто, если человек приезжает на 10 дней, я делаю скидку. Ну, когда, чем больше человек живет, ну, как бы. Кстати, интересный момент такой, может кому пригодиться, а вот на три дня можно к вам, или вы не пускаете? Не, мы и на сутки берем. И на сутки берете? Подождите. Ну, вот уборщицы убираются, что же делать? Так. Ну, а кому-то, понимаете, в Крым люди едут, вот им надо где-то отдохнуть, поспать. Или вот как сегодня, из Анапы, вот эти последние дни, знаете, к нам валом люди валят. Да, там холодное море сейчас. Там дубок ледяное просто, там вообще, и сейчас весь пляж забит, я сейчас только что иду оттуда. Так, хорошо, Марина, так и навчане, дорогие, посмотрите, вот эти места. Да, очень интересно. На море, там окошко видно, дорожка, телевизоры тоже работают, да? Все работают. А Wi-Fi, вот как бы, ну, в общем, да? Wi-Fi, да, есть, да, тоже он сильный, хорошо берет везде. Отлично. А внизу еще есть номерок? Внизу один занят, и один убирает уборщицу, она сейчас убирает, мы тоже его покажем. Хорошо. А я знаю, что у вас пока отдых есть, здесь детская площадка, да? Детская площадка на берегу и мангальная зона большая. То есть можно пользоваться? Раньше мангальщики ставили во дворе, но потом по пожарной безопасности запретили, сделали большой мангал для всех. Марина, а вот еще у меня вопрос такой, я знаю, что здесь комьюнити, такое товарищество, как по-русски сказать, вот о собственниках, оно такое дружное, да? И здесь же идет у вас кооператив, вы какую-то сумму платите годовую тоже, да? Здесь смотрите, как мы платим раз в квартал, раз в квартал. Вот за этот дом я плачу 7500. 7500, это полгода, да? Квартал или как? Квартал, это три месяца. Три месяца, да? Да, но я просто особо в этом не избираюсь. Ну, получается 15 и 15, то есть 30 тысяч за год, это за обслуживание дома, за воду, вот за все, что здесь есть. Электричество, счетчик отдельно, мы платим за свет отдельно по счетчику. А у вас... А все остальное входит вот в эту ситуацию. А коммунальные услуги, вот это свет, вода, она оплачивается по тарифам коммерция или жилой сектор? Вы не знаете вот еще про этот момент? Ну, за свет получается, если вот июль, тысяч семь, восемь. Это за весь домик? Да, за весь домик. Вот уж и что-то у вас нормальные такие цены. Да, это очень нормальные тарифы. Это из кондиционера. Я не знаю, мне что сказали, я так плачу, какой-то тариф. А, понятно. Общий воз какой-то, да, такой или как-то? Ну, нет, у нас же, когда вот счетчик ставишь, там же, а, все, 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 понял, я плачу за свет, тоже мы платим все в кооперативе. То есть у нас из бухгалтера, она все рассчитывает, счетчики у нас все доведут, все ходят, проверяют, смотрят, ну, чтобы все было соответственно. Очень удобно, кстати, да? Да, не надо сбегать. Да, решил заплатил, не надо ничего, как бы тебе. А свой юрист есть, который оформляет эти сделки различные? В некоторых кооперативах есть? Или вы сами тут как бы... Ну, у нас, смотрите, кооператив большой, у нас тут разные люди, и юристы тоже есть. И даже, я знаю, что и врачи есть, и массажисты. Вот соседка у меня, массажистка, девочка делает массажист. Прямо здесь, да ладно? вот рядом у нее кабинет. Подрабатывает, да? Ну, она у нее свой дом, и она там сделала один кабинет. А, все идет. Поэтому здесь много разных людей, и юристы тоже есть. Интересно. Но я всем советую, когда вы покупаете такую недвижимость, берете своего юриста для подстраховки независимого, да, документы проверяются, сейчас легко, Марина все вышла, если нужно, да? Да, да, документы все в порядке, я вот даже перенесла, если что-то... Не, не надо, я не продаю, не покупаю. Паспорт, я имею в виду, что на дом, потому что название, что это называется, вот земельный участок, собственности, и дом, ну, тоже собственность. Я даже бы очень хотел, если бы у вас это получилось, я хочу увидеть ваш дом творчества, вот этот, да, на набережной там 12 получается. Да, на набережной 12 получается. Я хочу, чтобы вы там вот сделали просто райское место в Голубийской, и чтобы у нас все детишки в Голубийской вас посетили. Просто вот эта лепка там, ну, вообще красота. Песни, я власти... Ну, насчет всей не знаю, если все придут, то мы там не разместимся, потому что Голубийская. А мы будем расширять. Это, как сказать, рай для детишек, тут каждый год столько отдыхает детей. Да, да. Но, по возможности, конечно, мы бы правильнее. Да, у нас же дом культуры есть, на крайнем случае, мы потом вас туда еще, да, продвинем, вдруг получится. Не знаю, но у нас по планам, да, ладно, Марина, с кабиной заниматься еще. Давайте выйдем, друзья, еще вниз посмотрим, да? У вас есть какое-то техпомещение, там, вот. Ну, вот две кладовки, где... А можно посмотреть? Ну, пойдемте. Так, уважаемые зрители, вот здесь вот такое небольшое техпомещение, насос, так, увеличивающие давления. Опасные там эти ключики, ну, какая-то посуда. Ну, все равно это удобно, да, что-то разместить. Уже помещение готовое есть. Подорогие друзья, мы спустились вниз. Марина, у меня еще такой вопрос к вам, пока не убегайте. Значит, у вас отдельный выход к морю есть, и вот это зонам, как бы для посиделок каких-то, посидеть вечером можно. Ну, с диванчиком бывает ставим два стола, бывает отдельно, каждый сидит. А курят люди, вот девушка у нас вышла, она в определенное место пошла, да, чтобы покурить. мы сюда ставим вот эти самые, эти примерки. А, можно здесь, кто хочет, ну, на природе. Кто на втором этаже тоже на балкончике. Ну, то есть, номерах, конечно, не разрешаем курить. Понятно. А животными берете, вот, как у вас? С маленькими, с маленькими собачками. Толкулись, когда большая с собаком, то мы, это шерсть, я не знаю, как их нюхать. Ага, ну, правильно. ничего, когда они сидят, иногда берут люди со своим бельем, потому что действительно. это понятно. Вот микроволновка общее подогреть, там что-то где-то. Угу. Потому что, если в номерах есть, каких-то нет. Ферн, да. Вот такой номер на первом этаже. Вот здесь вот номер, я сама здесь жила, мне он очень нравится. Надо говорить, я сама тут жила. Я жила, я здесь, мы сюда перегляли недавно, я реально здесь жила. Молодцы, вот, плеточки все выкладывали красивый. Там вот еще два. Я сейчас все покажу. Вопросы просто. Да, у вас все новенькое здесь. Да, все новенькое. Прямо чувствуется, что так интересно, интересно. Вот кухня отдельная, холодильник, тут и готовить, посуда тоже вся. А это на самом деле очень важно. Особенно мне нравится, когда холодильники есть. Ты у моря живешь. Ну, вот живут люди, у вас еще здесь пять звезд отель, можно сказать. Да, Вот поверьте мне. Холодильник, телевизор, сплет-система. Все есть. И там вот номер который сделает трехмесячный. Действительно. Угу. Понятно. Спальная кровать, одна спальная для ребеночка, шкафчик. И сплет-система, главное, есть. Сплет-система везде поставили. Здесь были все старенькие, оконные. Вот мы первым делом все заменили. О, я представляю. Молодцы, да. С оконниками, это, конечно, жить в то еще удовольствие. Ну, да. Ну, вот такой вот номер. На первом этаже и место на улице есть. Вот здесь вот ножки моем после боя тоже. Угу. Транс мой. Марина, сколько у вас вообще метров квадратных вот этот дом, да, двухэтажный дом получается? 135, по-моему. 135. Примерно. Ну, это люди уточнят у вас, Можно я оставлю ваш номер телефона, да? Можно? Еще у меня такой вопрос, Марина, вы можете нас прямо к морю проводить вот в прямом эфире, вот как мы сейчас, да? чтобы люди понимали, где мы находимся. У нас здесь есть два прохода, один туда идет. Да, здесь два выхода и вот один здесь. Кстати, Марина, может быть, даже вот наши ребята жили, я подниму старое видео, посмотрю, по-моему, вот здесь они жили, я приходил к ним в гости, вот вы не поверите, я обязательно посмотрю видео. Так, дорогие друзья, вот мы идем, здесь у нас вот такой, ПК-отдых, товарищество, засекайте по секундам, сколько мы идем, посмотрим. Вот здесь тоже есть парковки, но у Марины даже там удобнее гораздо, да? Да, там 4 и сразу выезжать, только сюда, представьте, выезжать, это ж надо все объезжать, домики там выезжать, а у нас поставил все под видеонаблюдение, безопасно, и в то же время, в любое время, куда надо, человеку поехал, отъехал и все, не надо там, просить отодвинуть машину, потому что вот, когда машина подтерта, видите, чтобы выехать, надо вот этой машинке отъехать, да, интересно, посмотрите, дорогие друзья, мне напоминает, это какую-то, какую-то Турцию, в прошлом, вот здесь мангальная зона, так, огромный плюс, своя есть мусорка, да, получается, когда идешь на море, мусор накопился, выкинул, каждый день забирает, отлично, посмотрите, как это все удобно, уже, зрителям, напишите, сколько секунд мы идем, я просто сейчас не могу посчитать, вот дорогие друзья, мы сейчас постоим, я немножко постою, и потом мы пойдем с вами в детскую площадку, вот посмотрите, такой пляж, сегодня очень хорошо, вот друзья, вот смотрите, мы сейчас переходим вот в это место, и вот именно здесь у нас детская площадка, еще один пляж, это все наши, вот детская площадка, вот домики, лесенки, скамеечки, освещение вечером, уютненько тоже хорошо, ну да, и пляжи на любой выбор, вот там вот, как я показываю, пляж, с которого я начал это видео, вот мы с Морей, с Мариной пришли, назад, это все близко очень, Марина, будем прощаться с нашими ребятами, да? Ну, уважаемые зрители, приглашаю вас на отдых, на это лето, вот, и если кого заинтересовал дом на продажу, пожалуйста, обращайтесь, так, спасибо, телефончики будут под видео, я так понимаю, я оставлю, если нужно, конечно, вообще без проблем, потому что это очень важное видео, Марина, вы не представляете, как люди сейчас ищут жилье, и не могут найти, мочиваются, в интернете не найти, вот, многие спасаются только благодаря вам, вот таким итальерам, кто не стесняется показать, благодаря вам, вашей видеосъемке, все, Марина, спасибо вам большое, я больше не буду вас мучить, все, до свидания, спасибо большое, вам, друзья, всем удачи, счастья, хорошего дня, спасибо, спасибо, Продолжение следует...